Отец, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь и милость, которой Ты являешься к нам. Боже, я молюсь, Господь, чтобы Слово от Тебя сегодня было простым, понятным и доступным для каждого человека. Дой, святой, я молюсь, Господь, чтобы Ты был Господином на этом месте. Проникай до разделения души и духа, и суди наши тайные помышления. Боже, мы нуждаемся в Тебе. Тебе слава, наш Бог Отец и Святой Дух. Аминь. Скажи соседу Сепниисус, где бы Ты был сейчас, и присаживайтесь, пожалуйста, в Божьем присутствии. Хорошо быть в Доме Господнем. Аминь. Сегодня хотелось бы поделиться на такую достаточно непростую тему в нашей жизни — это помазание. Знаете, часто мы думаем, что оставит нашим детям, что будет с ними, когда нас не станет. В нашей ментальности с вами, знаете, нету такого, что дети наши, ну, подошли до 16 лет, мы их выпустили и забыли, что они есть, да, грубо говоря. А мы стараемся всю свою жизнь как-то не больше дети помогают родителям, как родители стараются помочь детям. То есть для нас такое естественное состояние, это состояние заботы, состояние любви. Вот каждый из нас, наверное, задает вопрос, «Господи, ну что бы я мог оставить?» И, наверное, мы стараемся что-то оставить для наших детей. Доброе, благословенное. Не всегда дети нас радуют, не всегда они делают то, что мы хотим. Часто мы пытаемся осуществить свою мечту в них, то есть мы ведем их на кружки, которые нам не довелось ходить, заниматься рисованием, которым нам не дали рисовать. И, может быть, нашим детям это даже и не надо, но мы стараемся, вот все, что мы можем сделать, да, музыкальная школа, какой-нибудь творческий кружок или какая-то развивающаяся дополнительное занятие, мы стараемся сделать все. Но когда придет время, и мы будем оставлять эту землю, вот как бы мы хотели бы, оставляя эту землю, оставить то, что помогло бы очень сильно нашим детям. Помазание Божие – это делать то, что ты делаешь обычным образом, а получается сверхъестественным. Это когда ты начинаешь не просто убеждать человека, как апостол говорит, что «Моя проповедь заключалась не в убедительных словах, но в управлении силой и духа». Так вот, вот эта сила и дух – это и есть то помазание Божие, которое начинает производить действия. Мне кажется, что нам, как поколению людей, которые очень любим наших детей, мы должны понимать, что слава отцов – это дети детей, служащие Господу. Можем ли мы увидеть наших правнуков, служащих Богу, можем ли мы увидеть будущее поколение, которое принесет больше плода в Царство Божие, чем мы с вами принесли? Как мы можем им помочь? Как мы можем сделать так, чтобы они сделали больше, чем мы сделали? Просто учить их? Просто наставлять их? Просто ругать их? Просто спорить с ними? Просто им доказывать что-то? Или это что-то другое? Я помню, когда пастор поручил мне первый раз в жизни проповедовать. Я никогда не забуду эту тему проповеди. Я проповедовал неизвелительный человек, судящий другого. И я помню, когда он позволил мне первый раз проповедовать в церкви перед множеством людей. У нас была достаточно большая церковь, 450 членов. И он поставил меня служить тем, над которыми я не трудился. Я не служил этим людям, я не приводил их ко Христу, я не вкладывался в них духовно. Но я вышел, я начал проповедовать. И мы были достаточно такая сдержанная, консервативная церковь, но Бог что-то начал делать, что люди начали понимать, что пришло помазание. Это не было помазание молодого отрока, который, знаете, хотел служить Богу, хотел служить людям. Это было помазание пастора, который позволил мне стать на его место и послужить тем, над которыми он трудился. Но именно во время этой проповеди я пережил великую благодать Божью, что я понял, что есть что-то, не то, о чем я думал, естественное донесение информации через послание, а сверхъестественное действие, когда Бог начинает что-то делать сверх твоего понимания. Это когда Бог берет Дух Святой, проникает до разделения души и духа и начинает судить наши тайные помышления. Бесполезно человеку говорить, что ему нужен Иисус. Бесполезно говорить ему, что ему нужно спасение. Если Дух Святой не придет и не даст покаяния грешнику, бесполезно много говорить ему об этом. Поэтому многие из нас, мы порой разочаровываемся, потому что мы говорим людям многим, мы свидетельствуем многим, но нет отклика, которого мы ожидаем, что они примут Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Почему? Потому что только Дух Святой дает покаяние человеку. Да, мы несем благую весть о том, что Иисус любит людей, Бог любит людей, но послание Евангелия это мир, праведность и радость во Кресте Иисусе. И вот этот мир и праведность Божья, которая приходит в жизнь людей, это не на уровне нашего понимания, это на уровне нашего духа, когда Бог дает нам свою праведность. Потому что многие люди, они знают, что Бог их любит, но они живут вообще безбожной жизнью, они много раз слышали о Кресте, но никогда не открыли свое сердце для Него, потому что мы с вами не смогли позволить Божьему помазанию прийти в жизнь этих людей, чтобы пришло преображение изменений их жизни. И это тот ресурс, который так не хватает нам с вами. Мне кажется, нам, старшему поколению, нужно нуждаться в этом. Нам нужно открыть свое сердце для того, чтобы Бог позволил Божьему помазанию прийти в нас, чтобы это помазание начало перетекать к следующему поколению. Это, наверное, лучшее, что мы могли бы вообще оставить нашим детям. Это лучшее, что могло бы достаться нашим внукам и нашим правнукам помазание Божье, которое течет через мое поколение, чтобы оно потекло дальше из поколения в поколение, пока Бог не придет в своей славе. И, может быть, знаете, мы смотрим порой на людей, на наших детей, на, может быть, которые даже не служат Господу сегодня. И мы в глубоком разочаровании, мы где-то в глубоком унынии, мы думаем, Господь, ну, бесполезно, потому что так, как Он живет, у Него нет никаких шансов на спасение. И сегодня проблема современного человека это его зависимость, это много каких-то непристойных вещей, которые он смотрит, не выходя из дома, где-то, знаете, закрывшись в своей комнате, вкнувшись носом в компьютер. Сегодня игровая зависимость детей, которая тоже не водит их на улицу, и они находят общение через соцсети, они общаются друг с другом, они там очень смелые, по своей натуре очень замкнутые, скрытые люди, там становятся очень открытыми, позволяют то, чего не нужно позволять себе. Сегодня общество, оно погружено в зависимости, не только алкогольные, наркотические, но множество различных зависимостей, которые мешают людям иметь живое общение с Богом. Как мы можем им помочь? Как мы можем оказать влияние? И часто мы проходим через, знаете, разочарование, уныние внутри себя, и мы, как Илья, которые приходим к Богу, и говорим, Бог, забери меня, я устал. И мы... Все хорошо? Или только мониторы работают? Все хорошо? Наверное, помазание ушло, у операторов уснули. И когда ты проходишь через это внутреннее разочарование, ты говоришь, Богу, Господи, достаточно. И ты готов уже остановиться, ты готов уже сдаться, ты готов уже пойти к Господу. приходит какая-то усталость, приходит какая-то бессмысленность, устал бороться, устал сражаться, устал говорить. И в это время Бог приходит к тебе и говорит, даже когда ты закончил, я еще не закончил. Илья, будучи разочарованным человеком, говорит, Богу, Господь, я уже устал, я закончил. А Бог говорит, а я не закончил. Ты должен передать следующему поколению, ты должен повезти его туда, чтобы из поколения в поколение. И помазание, оно придет от тебя к Елисею, а от Елисея пойдет к Гезии. И мы читаем Третью книгу царств, как Бог призвал Елисея, пошел он оттуда с 19 стиха, Третья книга царств, 19 глава, 19 стиха, и пошел он оттуда, нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, двенадцать пар волов было у него, и сам он при двенадцатой. Илья, проходя мимо его, бросил на него мелочь свою. Оставил Елисея волов, и побежал за Елисею, и сказал, позволь мне поцеловать отца и мать, и я пойду за тобой. Он сказал ему, пойди, приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он, отошедший от него, взял пару волов, заколол их, зажегший плух волов, и жарил мясо. Их я раздал людям, и они ели. И сам встал, и пошел за Елией, и стал служить ему. Интересно, что вот в этот момент кризиса Бог говорит Илье, что я еще не закончил с тобой. Ты должен послужить, ты должен передать это помазание. Что делать нам, которые ожидаем от Бога силы, и нуждаемся в том, чтобы послужить следующему поколению. Даже тогда, когда мы проходим через кризис, даже тогда, когда у нас большие трудности, даже тогда, когда нам уже не хочется, и мы устали, Бог говорит, я еще не закончил с вами. Интересно, что Бог берет Илью и проводит его возле Елисея, и получает Елисей мелодию. Илья бросает на него мелодию, и он идет вместе с ним. И вот они начинают служить вместе. Когда мы читаем 4 книгу Царств, 2 главу, здесь написаны такие слова. В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала. Оказывается, когда он взял мелодию и бросил на него, он повел его в Галгал. Чтобы понимать, что такое место Галгал, нам нужно просто прочитать 5 главу книгу Иисуса Навина со 2 по 5 стих. В то время сказал Господь Иисусу, сделай себе острые ножа и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделай себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, называемом холм обрезания. Впоследствии это будет называться место Галгал. И вот здесь интересный момент, что в помазании Божьем, когда мы хотим двигаться, когда наших ресурсов, знаний, понимания не хватает, нам нужно позволить Богу, чтобы Он начал нас вести и приготовлять для того, чтобы помазание Божье пришло. Я еще раз хочу сказать, что что такое помазание Божье? Это эффективность, которая приходит от Бога. Это то, что ты пытаешься делать, допустим, говорить человеку, но эффект от этого разговора в сто раз больше, чем твои просто какие-то доводы, какие-то убеждения, какие-то, может быть, норовоучения. Когда Божье помазание приходит, тогда приходят перемены. Как я уже сказал, что когда приходит Дух сятой, то грешники сами начинают бежать и хотят каяться. Я помню, я был студентом библейской школы, и мы приехали в город Ивано-Франковск. Нас отправили на практику. Там служение проходили в старом костеле, то есть в старом католическом храме. Там собиралась Писианическая церковь, она по сей день там собирается. И вот мы приехали на служение, будучи молодыми студентами, практикантами библейской школы. И вот церковь, которая много лет не видела никакого покаяния, они служили Богу, они молились, они читали, они поклонялись, они были очень блочестивые, благословенные люди. Но когда мы приехали и мы начали проповедовать, что-то начало происходить такое, что люди в зале начали нам говорить, а что надо сделать, потому что здесь есть люди, которые хотят покаяться. Это было, знаете, такое, какое-то невероятное переживание в церкви, потому что давно никто не каялся, давно никто никого не призывал, все жили как бы своей жизнью, думали, что все верующие. И в этот вечер пришел Духси, это настолько сильно, что десятки, десятки молодых людей, они преклонялись в свои колени, они выходили к алтарю, они молились, они каялись, они сокрушались, и в этот вечер было очень долгое служение, и мы служили этим людям. И когда мы приехали и сели вместе со студентами и начали понимать, что это вообще не мы, это был Бог, который явил свою славу, потому что до этого у нас еще был один день служения, и это было, знаете, очень тяжелая такая ломка льда, потому что не было никакого отлика, не было никакой реакции, ты не понимаешь, люди понимают, они понимают, и мы понимали, что вот в этот вечер Бог пришел, и помазание Божье начало течь. Многие из нас, мы могли бы оказать великое влияние на людей и на общество, если бы мы позволили помазанию Божьему течь через нас. но проблема наша в том, что ни один из нас часто не захотел идти в Галгал, мы не захотели позволить Богу, чтобы, проникая до разделения души и духа, судить наши тайные помышления, чтобы он обрезал нас, обрезал нас от того, что мешает нам войти в Божье помазание. Поэтому Илья берет Елисея и он ведет его в Галгал для того, чтобы обрезать его, для того, чтобы позволить Богу начать использовать его. Многие из нас мы становимся необрезанными, и эта необрезанность справляется в наших эмоциях, в наших чувствах, в нашем поведении, в нашем отношении к людям. нам легче с кем-то спорить, годами доказывать, что он грешник недостойный, чем просто позволить помазанию Божьему начать действовать в нас. Но чтобы помазание Божье начало действовать во мне, мне нужно позволить Богу, чтобы Он обрезал меня, чтобы Он удалил все, что мешает. Что такое, знаете, обрезание Божье, это не просто, знаете, я так жался и принял решение, а я позволил Богу освободить меня. Я помню, как одна сестра в нашей церкви, она пришла, и она 28 лет не могла бросить курить. И она пришла в церковь, она приняла Господа, и она подошла, и мы молились за нее. И потом она свидетельствовала, она уже больше 20 лет в церкви, рассказала, тот вечер та молитва изменила все мое отношение к курению. Бог освободил меня, мне больше не нужно было, я 28 лет пыталась, пробовала, старалась, бесполезная трата времени и усилий, разочарование. А Бог в одно мгновение освободил, это знаете, как операция, которую делает хирург под наркозом, так часто помазание Божие, оно приходит, и оно обрезает все то, что без чего ты не мог жить и провести дня. Оно умирает у тебя навсегда. И некоторым из нас нужно пойти в Галгал. Причина отсутствия эффекта от того, что мы делаем, наше нежелание идти в Галгал. нам нужно просто шире открыть свое сердце для Духа Божьего. Нам нужно просто позволить Богу обрезать все то, что нам так мешает. потому что убедительные слова не произведут эффект. Потому что помазание Божие это не убедительные слова, это великий эффект от того, что ты делаешь или говоришь. Это сверх естественная сила от Бога. мы часто так держимся своей веткой натуры, природы, что для нас более важно зайти на какие-то сайты. Нам более важно увлечься чем-то вместо того, чтобы позволить Богу обрезать нас. Потому Писание говорит, что Илья уже должен был быть взят от земли, а в это время идет процесс приготовления для Елисея. И Библия говорит, они спускаются с Галгала, они идут с горы обрезания, Елисей уже обрезан. И сказал Илья Елисею, оставайся здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль. Но Елисей сказал, жив Господь, жива душа Твоя, не оставлю Тебя, и пошли в Вифиль. После того, когда Ты позволишь Богу обрезать Тебя, обязательно в Твоей моей жизни должен быть Вифиль. Что такое Вифиль? Это дом Божий, это дом молитвы. Библия говорит, что дом Божий назовется как? Домом молитвы. В жизни каждого из нас должно быть место молитвы и поклонения Богу. Это не воскресное служение, когда мы вместе молимся. Это не здание, которое мы с вами собираемся. Это мои личные персональные отношения, где я строю отношения с Богом. Он и я. И когда я открыл свое сердце и позволил Богу обрезать меня, мне нужно начать строить отношения с Ним. Поэтому я иду в дом молитвы, я иду в это место, где я открываю Богу свое сердце, где я позволяю Богу формировать меня духовно, приготовлять меня для великого сражения. И когда твоя духовная жизнь, она наполнена Божьим словом, когда твоя духовная жизнь наполнена Божьим помазанием, многие из нас, знаете, мы живем тем, что мы хотим войти в чужое помазание. Легко быть, когда пастор позвал тебя и позволил тебе быть в его помазании, ты сказал хорошую проповедь, которая произвела благоценное действие, но как сделать так, чтобы помазание от тебя начинало исходить? Многие из нас мы ищем, знаете, каких-то движений, мы ищем каких-то пророков, вот там есть пророки, мы бежим туда, чтобы они помолились нас, чтобы они попророчествовали нас, и мы даже выходим оттуда, знаете, и мы под каким-то помазанием, знаете, как однажды Саул, он попал в сон пророков, и он начал там пророчествовать, он там начал переживать Бога, он тоже начал пророчествовать вместе с ними, часто мы так с вами, мы приезжаем на какую-то конференцию, мы открыты к тому, чтобы принимать, и за нас молятся, и мы переживаем какое-то помазание, но это помазание имеет краткосрочное действие, потому что мы получаем помазание не то, которое Бог дает нам, а мы получаем помазание, то, которое Бог дает тому человеку, который служил нам, поэтому сегодня верующие люди, они, знаете, такие помазания зависимые, в том плане, что где есть какие-то помазанные люди, они бегут туда, они хотят, чтобы за них помолились, они хотят, чтобы им попророчествовали, они даже сами начинают пророчествовать, но когда они остаются одни, у них нет этого Вифиля, у них нет этих отношений с Богом, где Бог приготовляет тебя, чтобы помазание больше начинало действовать в твоей жизни, и вышли с сыны пророков, которые в Вифиле к Елисею сказали ему, знаешь ли, что сегодня Господь вознесет Господина твою над главой твоей, он сказал, я так же знаю, молчите, и сказал ему Илья, Елисей, оставайся здесь, ибо Господь посылает мне верихон, сказал, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя, и пришли верихон, что такое верихон, место великого сражения, место молчания. Многие из нас, мы пытаемся сражаться своим умом, своими эмоциями, своим разумом, своими нервами, своими сковородками, чем мы только не пытаемся сражаться, чтобы человеку дошло. Мы потеряли часто отношения с нашими близкими, с нашими детьми, мы потеряли отношения с теми людьми, кого мы обещали любить всю свою жизнь, мы возненавидели этих людей, потому что вместо того, чтобы нам, придя, верихон, ходить и молчать, мы в это время не можем себя сдерживать. Но если ты хочешь жить в помазании Божьем, тебе придется научиться молчать. Тебе придется ходить и молчать, как они ходили семь дней, им все, что угодно говорили, им все, что угодно смеялись, и все, что угодно с ними делали, а они ходили в молчании, они ходили в помазании Божьем. Скольким из нас нужно перестать сражаться своим языком или своим умом? Скольким из нас нужно позволить Богу, чтобы Он обрезал нас? Скольким из нас нам нужно построить свой вефиль жизни, чтобы строить отношения с Богом, чтобы быть в Божьем помазании? Скольким из нас нужно научиться ходить и молчать в то время, когда так хочется кричать и говорить, и сражаться. А Бог берет Елисея и ведет Верихон. Ты должен научиться молчать. Сколько из нас мы не научены молчать? Сколько из нас мы своим языком разрушили отношения? Сколько из нас мы своим языком высвободили проклятий? Мы наговорили того, о чем жалеем по сей день. Потому что часто наша несдержанность разрушила отношения тех, кого любит душа наша. И кто-то уходил, хлопал дверью только потому, что ты был в Верихоне, в этом величайшем сражении своей жизни. Но вместо того, чтобы действовать в духе, ты начал действовать в плоти. Сколько из нас нужно послужить нашим детям, чтобы помазание Божье помогало им измениться? А не просто наши эмоции, наш гнев. Ты все еще хочешь оказать влияние. Ты хочешь увидеть славу, Божью в своей жизни. Ты хочешь увидеть детей, детей, служащих Богу. Ты должен оказать это влияние. Как повезти детей своих туда, когда сам там не был? А мы так хотим, чтобы у них было это помазание. А мы так хотим, чтобы Бог действовал их жизнью. А сами никогда не захотели идти в Галгал. Сами никогда не построили вефиль. Сами никогда не научились входить в Верихоне. И производить эти духовные битвы в постах, в молитвах. Послушайте, а мы церковь, которая должна оказать влияние на будущее поколение. Мы должны увидеть наших внуков и наших правнуков, служащих Господу. Мы не церковь одного поколения. Мы не церковь, чтобы после нас хоть трава не расти. Мы те, которые призваны Богом передать помазание, эту эстафету, будущему поколению. Скольким из нас не хватает этой воздержанности, этого смирения, которое формируется не путем наших усилий, а формируется путем наших отношений с Богом. Когда ты вефиле издеваешь. Знаете, вефиле нужно кричать, вефиле нужно говорить, вефиле надо просить, вефиле надо ревновать. А в Верихоне надо молчать. А часто мы вефиле молчим. Часто мы вефиле не воюем, не взываем, не ревнуем. Мы это делаем в Верихоне, тогда, когда нужно молчать. Многие наши битвы проиграны, потому что мы что-то перепутали. Мы нарушили эту, знаете, гранографию событий, которая должна происходить в нашей жизни, по нарастающей в познании Бога и явлении Божьей славы в нас. А часто мы констатируем, знаете, как вот когда-то было, Бог был с нами, а сегодня не хочу жить, и все очень плохо. Я помню, я как-то приехал к себе на родину, к родителям, и уже нужно было уезжать. Мы стояли на вокзале, и там был какой-то киоск такой, магазинчик, и что-то решили взять в дорогу. И вот как бы стоим, думаем, что там взять, уже подали поезд. Вот проходят два человека такие, знаете, какие-то непонятного вида, они оба начинают просто проявления такие, что ты хочешь? Отстань от нас, не мучай, освободи нас. Ну, как бы так, или не освободи, ну, что-то такое там, типа, я понимаю, что это просто черти, бесы просто мучают людей. Я стою и думаю, слушай, я их не знаю, они меня не знают. Люди тут прохожие вообще не понимают, что происходит. А я-то понимаю, что происходит. Вот послушайте, нам нужно в Вифиле выстроить так отношения, чтобы когда мы будем в Верихоне своей жизни, бесы оставляли людей. Даже тогда, когда мы не будем за них молиться. Когда ты будешь приходить в помазании Божьем, и Бог будет производить действия без твоих слов. Мы часто смотрим на людей, с которыми у нас уже трудности, конфликты. Мы не видим перспективы в их жизни. Чтобы нам понять, как Бог смотрит на этот мир, нам нужно просто внимательно прочитать пятую главу Марка. Там интересная история. Иисус приходит в Гадаринскую страну. Человек, который живет в гробах, его связывают, его привязывают, он все равно вырывается, его бросают днем и ночью, и он не дает покоя всему городу. Но когда Иисус приходит, тогда этот человек прибегает и говорит, что тебе до меня? Помазание Божье, оно влечет этого человека. Духовный мир понимает, кто пришел. И представляете, 7 тысяч бесов, которые были в этом человеке, они преклоняются перед Иисусом, перед его помазанием. Общество смотрело на этого человека как на оторванного, которого надо привязать цепями и забыть, что он есть, и держаться подальше от него. А Бог видел перспективу в нем. Ему нужен был человек, который будет проповедовать в 10 городах. Поэтому, когда мы читаем эту историю, мы находим, что Иисус освобождает этого человека, и этот человек говорит, Иисус, пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня. Он ему говорит, оставайся здесь. Для чего? Ты нужен мне. А как я смогу проповедовать? Расскажи, как ты был раздетый, и как ты оделся, как ты был без ума и стал при памяти, как родители боялись себя. А сегодня ты живешь в доме отца своего. Ничего не рассказывай другого. Расскажи и свое свидетельство. Послушайте, ничего не произведет действие лучше, чем наше свидетельство, чем свидетельство наших родных и близких, и тех, кто дороги нашему сердцу. Как помочь им? Вы думаете, люди не пытались помочь этому человеку? Они пытались, они связывали его. Сколько мы пытались помочь, чтобы просто связывали, закрывали. Лишали денег, лишали общения, выгоняли из дому. Это не работает. Ломали сковородку на голове. Этого не работает. Ты потом только еще таблетки ему от головы покупаешь, и все. Помазание. Ерехон. Когда ты начинаешь действовать в помазании, тогда в нужный момент, в правильное время, ты молишься, приходит свобода. Каждому из нас нужен свой Иордан. Писание говорит, И подошли сыны пророков, которые в Верехоне, к Елисию и сказали ему, знаешь, что сегодня Господь берет Господина твою, вознесет над главой твоей. Сказал, знаю, молчите. И сказал ему Илья, оставайся здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. Сказал мне, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя. Пошли оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и встали вдали, на сопротив их. И они оба стояли у Иордана. И взял Илья мне лодь свою и свернул, ударил ее по воде, и раступилась она туда и сюда. И перешли оба посоху. Когда они перешли, Илья сказал Илья, проси, что сделать тебе, прежде не жили буду взят от тебя. Сказал Илья, Илья, дух, который в тебе, да будет на мне вдвойне. Часто мы, как те пятьдесят сынов пророческих, мы часто наблюдаем картину Божьих действий где-то. А нам нужно быть в гуще событий. Нам нужен каждому свой Иордан. Когда ты позволил Богу обрезать тебя, и когда ты пришел в свой Вифиль, проходя через Иерихон своей жизни, тебе нужно научиться пользоваться тем помазанием, которое есть у тебя. Илья бросает, Ильисей бросает, и вода раступается. Сила Божья приходит, и у него приходит разновение. Я хочу в два раза больше, чем тебе. Мы не можем понять, почему после того, когда Ильисей умер, люди пришли на кладбище, увидели врагов, бросили покойника, и покойник, соприкоснувшись с прахом Елисея, воскрес и побежал вместе с ними. Причина была очень простая. Была нарушена связь между поколениями. Геозия, который должен был взять эту эстафету помазания Божьего, и начать еще больше, чтобы Бог действовал через него, чем через Елисея, он был дисквалифицирован по причине проказы. Произошла дисквалификация. Бог не мог через него действовать. Но Бог хотел все равно продолжать действовать. Поэтому прах Елисея еще имел силу помазания, чтобы передать это будущему поколению. И таким образом происходит эта эстафета. Нам нужно научиться с этой историей простым вещам. Бог хочет использовать каждого человека, даже того, кого мы сегодня считаем потерянным человеком. Может быть, ты смотришь на своих детей, и они сегодня не в доме Господнем, и ты думаешь, Господь, наверное, на мне закончится род спасенных людей, потому что все слишком плохо. Ты хочешь решать этот вопрос? Да, хочу. Тебе нужно войти в помазание Божье. Тебе нужно. Быть не наблюдателем Божьей славы где-то, а тебе нужно стать участником Божьей славы. Если ты хочешь, чтобы Бог начал использовать тебя, тебе придется пройти через галгал твоей жизни. Мне нравится история с этим гадаринским, знаете, человеком, живущим в гробах. Общество побоялось его. А Иисус увидел в нем великую перспективу и говорит, пойдешь в Десятиграде и будешь проповедовать. Сколько сегодня ярких свидетельств еще не были засвидетельствования по причине того, что эти люди все еще в зависимости. Сколько еще тех людей, которые, знаете, призваны Богом, оказать влияние на этот мир, они все еще живут, скованные, выгнанные, может быть, из дому, отвергнутые на женами. Мы их не принимаем. А у Бога другая перспектива. А Бог смотрит на него и говорит, вот этот подойдет ко мне. Возьму домохозяйку. Она хорошая, она прилежная, но ее мало кто знает. А вот этот на Десять городов известный, все про него знают, все газеты про него писали, все телевидение его показывало, все, весь, вся округа тряслась от него. Этот мне нужен. У него такое сильное свидетельство будет. Иисус посмотрел на него. Вот это наш клиент. Это наш человек. Слушай, обойди его стороной, иди себе с миром. Зачем он тебе нужен? Его нормальные люди боятся. Не-не-не, это наш человек. И помазание Божие приводит этого человека. И человек получает свободу. Может быть, в твоей жизни есть такой яркий человек, который отвергнут семьи даже тобой. А Бог имеет план для него. Поэтому Бог с тобой еще не закончил. Хотя ты уже устал от собственного сына, ты устал от собственного мужа, ты устал от собственных внуков, ты устал от собственных соседей, от коллег по работе. Может быть, ты уже устала, а Бог не устал. А у Бога есть план. А у Бога есть еще намерение. Поэтому хорошо тебе, Илья, там умереть. Умереть. Красиво было бы написано, что и пошел там, просил смерти и получил. Красивая была бы история, но не законченная. Вернись и передай помазание. Потому что у меня есть план еще на другие поколения. Давайте мы встанем. Мы сейчас помолимся. Может быть, ты себя увидел в Верехоне, проигравшем битву. Может быть, ты увидел себя в том, который не увидел перспективы тех, кого любит душа твоя. Я предлагаю сегодня, я бы мы не были, позволить Богу повести нас в Гал-Гал и начать оттуда. Позволить Богу обрезать нас. Мы часто не обрезанные. Мы часто не те, какими Бог хотел бы видеть нас по одной причине. Мы не пошли. Мы не вошли в то призвание, к которому Бог призвал нас по причине отсутствия желания идти в Гал-Гал. нам нравится там, где мы есть. Нам нравится быть при этих валах. Нам нравится быть при последней паре валах. Нам нравится эта пыль, которая летит от этих. Мы пашем день и ночь, мы изнуряем себя, а эффекта от жизни мало видим. Бог хочет повести нас естественно в сверхъестественное. Чтобы не помазание чьего-то помогало нам жить, а чтобы мы были в помазании Божьем, помогая другим одерживать свои победы в жизни. Давайте мы склоним наши головы. И мы будем в присутствии Божьем. Давайте закроем наши глаза. Если ты тот человек, который понимает, что мне нужен Гал-Гал, мне нужно это обрезание, это между тобой и Богом, и ты лучше знаешь свою жизнь. Но я хотел бы, чтобы именно сегодня мы позволили Богу убрать то, что мешает нам, чтобы совершить то, чему Бог призвал нас, оказать влияние. если ты такой человек, подними свою руку, и мы будем молиться. Отец местный, ты видишь поднятые руки, Господь, пред лицом твоим. Боже, мы нуждаемся в тебе. Я молюсь, Господь, чтобы ты пришел духом твоим сатым и освободил, Господь, от всякой зависимости, всякого греха, всякого проклятия. Тех, кто сегодня так сильно нуждаются, обрежь нас, Господь, освети собой нас. Я молюсь, Господь, чтобы вефиль нашей жизни был в каждом из нас, чтобы мы, Господь, знали тебя не через помазанных божьих людей, а чтобы мы знали тебя лично в своих переживаниях и в своем опыте. Я молюсь, Господь, чтобы в верхоне нашей жизни, Господь, мы опирались не на свои эмоции, на свой разум, а чтобы мы доверились тебе и ожидали от тебя. Я молюсь, Господь, чтобы в иордане нашей жизни мы имели дерзновение начать делать то, к чему ты призвал нас, высвобождая от твою силы и помазания. Я молюсь, Господь, чтобы мы были церковью, которая окажет влияние на детей, внуков и правнуков, пока ты не придешь, Господь. Я молюсь, Господь, чтобы то помазание, которое на нас, Господь, было в два раза больше, Господь, на будущем поколении, Господь. Боже, употреби их сильно и могущественно. Боже, все, что нужно обрезать, обрежь в нас и приготовь нас, Господь, для великих сражений, чтобы одержать великие победы, Господь, в жизнях тех, кто так дороги нашему сердцу, чтобы мы еще увидели, Господь, гадаринских проповедников, которые будут возвещать славу Твою, Господь, в городах, в поселках, в деревнях, в селениях, Господь. Тех, кого Ты освободишь, Господь. Кому не цепи помогут, Господь. Кому не ссоры, не споры, не конфликты помогут, а Ты, Господь, Духом Твоем Святым освободишь навсегда, Господь. Лера Масара, Ругофандер, Ралегащия, Господь, я молюсь, Господь, чтобы эти люди, которые потеряны для общества, стали светильниками Твоими, которые будут указывать путь к Тебе, Господь. Подыми, Господь, помазанных божьих, которые сегодня отвергнуты всеми, Господь. Подыми, Господь, для славы Своей во имя Иисуса Христа. Уподреби нас, Господь, Духом Твоем Святым, чтобы нам, Господь, действовать в Твоем помазании, Господь, чтобы сила от Святого Духа освобождала людей во имя Иисуса Христа. Неубедительные слова, Господь, но Твое помазание, чтобы оно текло через нас. Господи, Ты видишь эти руки, Господи, Ты видишь эти сердца. Обрежь наш Дух, наше сердце и нашу душу. И сделай нас кроткими, смиренными, чтобы принимать от Тебя. Тебе, Боже, слава за все. И мы, Боже, благословляем будущее поколение в помазании силе во имя Иисуса. И весь род Божий скажет Аминь. Может быть, есть в этом зале люди, которые, возможно, посещали служение, возможно, даже где-то с кем-то молились, принимали Господа. Но Церковь никогда не благословила вас, Церковь никогда не молилась за вас, вы никогда не позволили Иисусу Христу быть Господом и Спасителем вашей жизни перед Церковью. Если здесь есть такие люди, поднимите свою руку, и мы помолимся за вас. Мы благословим вас. Пусть Бог благословит. Может быть, еще кто-то есть. Может быть, еще кто-то есть. Пожалуйста, пройди сюда наперед, мы помолимся вместе. Братья, помогите, пожалуйста, Аширы. Может быть, еще кто-то есть. Может быть, ты посещал какое-то время Церковь даже, но ты никогда не отдал свою жизнь Господу. Ты никогда не позволил Господу быть Богом и Спасителем. Подписывайтесь на Богом' и спать мои души. Продолжение следует...